Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владислав Кундасёв. И сегодня мы находимся в республике Хакасия, Саяногорске. И приехали мы сюда не просто для того, чтобы полюбоваться прекрасными видами Саяношушенской ГЭС, но и принять бесценный опыт выращивания абрикосов в Сибири у Валерия Константиновича Железова. Валерий Константинович, вот здесь у нас лежит несколько сортов абрикосов. Конечно же, мы их сейчас будем пробовать. Сначала спрошу, какой ваш любимый? Ну, 30 лет я занимаюсь королевским. Вот он, он самый любимый, самый сладкий. Вот и меня возмущает то, что вот мы будем вместе же участвовать в дегустации, что вот эти вот абрикосы большинство признают более не сладким, нет, вкусным. А это жердель с Украины, дикарь. Вот видите, как вкусы разнятся. То есть пробуем жердель? Жердель с Украины привез. Подсунули место крупноплодного, привел на манчжурец, получаю дичайший урожай, невероятный, невиданный. Гармонично кисло-сладкий вкус, конечно же, в сторону кислинки, но он гармоничный, оскоменный такой нет. Вот мне вот нравится, да, действительно. А вот манчжурский обычный, да, я говорю, мне он очень понравился, когда мы разламываем, да, мы видим картину, вкус обалденный. Гармоничное сочетание и немножко мягкая пикантная горчинка. Конечно же, вот этот сорт, я бы, допустим, вот, живя в Кузбассе, я бы его выращивал, но вы говорите, надо амур выращивать. Нет, я не говорю, что надо манчжурца, как самого надежного. Да, манчжурец это самый надежный, вот, но с ним должен расти амур. Амур из этих это какой? Амур из этих вот такой. Вот это амур. Но в этом году амур укропнился в два раза, несмотря на предельное сумасшедшее урожай. Ну вот амур я разломил, сухая косточка, мякоть очень интересная, и аромат, я чувствую, аромат такой легенький, и он очень мягкий, приятный аромат, по вкусу. Друзья, вот, приятное сочетание вот этой пикантной горчинки и пиканты еле ощутимой, и кисло-сладкий вкус. Вот это просто вкус, который в нос бьет, просто шикарно, классический абрикос. Тем более, что амур, как вы говорите, в Кузбассе будет жить лучше всего. 100%. 100%. И, вы говорите, есть альтернатива между амуром и манчжурским. Так, значит, есть альтернатива, как раз, видите, он ровно посередине занимает между тем и этим. Как это получилось? Я придумал так называемую селекцию наоборот. Вот привил культурный, а ниже прививки пошла веточка. А должна быть она, вот эта оветочка, что пошла ниже от корней, должна дать вот это. А она дала вот такие? И это называется селекция наоборот. Это получается компромисс между привоем и подвое. Нечто среднее. Нечто среднее. Давайте на вкус пробовать. Как назвали? Их никак. У меня их десяток. Десяток. Я надеялся, что тоже займется наука, но пока не занимается. Косточка легко отделяется. Ну, влиянием амура, ну как, но он еще зеленоватый. Зеленоватый? Да. Ну, скажу. Хрустит на зубах. Хрустит, приятнейший вкус. Легкая, пикантная горчинка, которую действительно есть у амурского, она не вызывает отращения, она наоборот дополняет. Это как жимолость. Ешь, она слегка горчит. Это вкусно, это ее особенность. Также это очень рекомендую. Рекомендую. Ну, смотрите, что получается. Вторую я даю название. Гибридный сахаристый, гибридный скороплодный, манжурский. Уже получается такое разнообразие, да? Ну, а для садоводов, просто для того, чтобы увидеть действительно различие, увидеть вкус, почувствовать разный вкус, конечно же, стоит выращивать разные сорта. Потому что, когда выращивают разные сорта, ты уже начинаешь понимать. У тебя появляются альтернативы, ты можешь действительно кому-то советовать что-то иное, нежели один сорт. Теперь вы увидели, что выращивать абрикосы в Сибири не такая уже и сложная задача. Своим опытом это подтверждает Валерий Константинович Железов.